Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World и с вами я, Юрий Гемельфар. Комментируя события, которые сейчас происходят на Дальнем Востоке в Хабаровске, я, наверное, буду не из первой сотни тех, кто подметили одну вещь, что взаимоотношения Москвы и Хабаровска, то есть реакция Кремля на эти события, она все больше напоминает взаимоотношения колонии и метрополии, где метрополия – это Москва, колония – это провинции и Дальний Восток. Но мое мнение-то мало кому интересно. Гораздо интереснее послушать мнение политика. И вот с этим вопросом мы решили разобраться с президентом Европейской ассоциации ингушей Ибрагимом Льяновым. Привет, Ибрагим. Привет, Юрий. Ибрагим, с одной стороны, мы очень мягко скажем, в политике не первый год, это я очень мягко говорю. С другой стороны, ты сейчас находишься в эмиграции и можешь говорить совершенно свободно, не попадая под так называемые законы лугового, когда только задние разговоры на эту тему можно уехать в места не столь отдаленные на срок от 10 до 20 лет. Так вот, мне интересна твоя точка зрения на события, которые происходят в Хабаровске. Что мы наблюдаем? Ну, в первую очередь мы наблюдаем, что, вот как ты подметил, колония, да, вот Хабаровск, колония проснулась. И этот дальнейший этап, вот это, что колонии дальше будут просыпаться, это неизбежно, Юрий. Центр, как его, ну, центр мне можно назвать, вот эта кучка есть, вот, диктаторов, которые сидят там в Кремле, которые навязывают регионам свои правила, она все, и живая себя, понимаешь? И то, что сегодня в Хабаровске вышли, вот мы смотрели, да, уже более 100 тысяч людей вышло, да, хотя средства массовой информации России уменьшают это, заменьшают там, но все, процесс пошел, Юрий. Вот сейчас бы самое главное, вот дальше бы, вот регионы стали бы, это крах, крах путинский, все. И как бы сейчас Путин не хотел, и его, вот эта самая банда, да, обратного процесса нету, все, вини. Люди стали, люди проснулись, и люди требуют свое. А вот интересно, вот уже неделю вся страна просто смеется над этим Михаилом Дегтяревым, которого назначили вместо арестованного Фургала. Ну, это, извини меня, но это не в сказке сказать, не вслух произнести, а не его инициатива, чего стоит. И потом вот это трусливое исчезновение на время протеста, и он заявил, ну, это вообще бред уже, что я не буду разговаривать с людьми, я не потерплю давление, ну, это вообще идиотизм. Так вот, тут мнения разошлись. Я знаю две точки зрения. Первая точка зрения – это то, что у Кремля уже не осталось кадрового резерва, поэтому присылают вот такое, извините, чучело. А вторая точка зрения, она другая, что это многоходовка Москвы, как бы попытка унизить хабаровчан, показать им их место. Вот, ах, вы протестуете, значит, вот мы специально пришлем вам такое чучело, чтобы показать вам, что вы никто. К какой точке зрения придерживаешься ты? Ну, то, что Москва пытается унизить хабаровчан, это, знаешь, так себе. Ни один человек не сможет унизить хабаровчан, потому что это мужественные люди там, там мужественные люди. И вот это унижение им никак не липнет, понимаешь, Юрий? А то, что вот этот плевок и вот эта трусость Кремля, я вот далеко не надо ходить. Мы же не первый раз видим, как вот этого Дегтярева, его папа, так называемый, Вольфович Жириновский, он же первый раз убегал в кусты, когда надо было в момент принимать какие-то законы, поддержать народ, он же всегда вставал на стороне власти. А то, что сегодня этого идиота сюда назначили, это не удар и не плевок, вот я считаю, да, не плевок в сторону хабаровчан, это самый большой плевок вот сюда в лоб Путину, понимаешь? А тогда уместно ли сравнение с Ингушетией, что когда вместо Евкурова присылают вот это пустое место Калиматова, вместо Фургала присылают пустое место Дегтярева, это получается стиль какой-то? То есть показать все уже, у нас некого больше присылать. Это такое уместно сравнение или нет? Это сто процентов, это одинаково, одинаково. Нету, нету, у него все, кадровый голод у Путина нету, почему? Потому что вот это его окружение есть, вот это путинское окружение, она себе изжила, все, народ не воспринимает их, Юрий. Как бы мы не хотели бы, вот только одно слово, единоросс, это, ну, как будто матерщинное слово, правильно? Вот сейчас она в ноде, как вот матерщинным словом можно их обзывать, больше никак. И то сравнение, которое ты делаешь вот Дегтярева вместе с этим Калиматом, единственное, что Калиматов по баням не бегал, а этот из бани не вылазил, понимаешь? И сегодня вот этому Дегтяреву больше роль подходит мальчик по вызову в баню, понимаешь? А не должность губернатора. Потому что такой сопляк не может командовать такими мужественными, достойными людьми, понимаешь? Как вот хабаровчане, лично мое уважение к этим людям, это, я, честно тебе сказать, Юрий, я удивлен от их мужества, понимаешь? Достойно. Не то, что одни мужчины, женщины, все там вышли. Это, аналогов нету такого, понимаешь? 15 дней подряд выходить на митинг и стоять на своем. Первое их требование было какое? Вернуть их к губернатора и судить. Теперь все, лозунки уж летят. Теперь отставка Путина. Все, уже люди проснулись и люди уже поняли, что с ними творят. И мы должны, остальные вот эти все регионы, не сидеть и не спать. Не ждать тот момент, когда к вам придут стучать, будут бить вас. Вставайте, вот эти люди должны вставать, все регионы должны вставать, поддержать хабаровчан. Все, Юра. А вот, вот, вот. И вот мы подходим к вишенке на торте. Когда год назад мы с тобой освещали события в Ингушетии, с одной стороны я говорил, смотрите, россияне, Ингушетия это зеркало. Смотрите в зеркало. Нет. Основная масса россиян, где Ингушетия, какая Ингушетия, плевать. Потом мы начали освещать события в Шиесе. Все повторилось как под коперку. Сейчас события в Хабаровске, только Сибирь и Дальний Восток выступают. В Центральной России, какой Хабаровск, какой Дальний Восток. И вот я высказал несколько дней назад такую идею, что это распад страны произошел в головах людям все равно. И на Ингушетию, и на Шиес, и на Хабаровск. Вот мне в ответ начинают писать, нет, 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 мы за целостность России, мы не за распад. Так вот, не кажется ли, с какой точки зрения придерживались ты? Юрий, это начало распада или нет? Юрий, действительно, я с тобой согласен, это начало распада. Распад неизбежен. Почему вот это, как тебе сказать, вот это криминальное руководство России довело россиян до того, что они действительно распадутся там на 10, на 20 частей. А Сибирь, Сибирь, сибиряки они всю жизнь отличались своим мужеством, понимаешь? Сибиряки, они везде себя показывали, как мужчины. Поэтому сегодня то, что сибиряки объединяются, это не какая-то новость. Они всю жизнь объединяли, сибиряки. А вот то, что вот уже, да, Астана, Россия, она всегда была вот в этом кроличьем положении, и спячки, понимаешь? Ты правильно подметил, что вот ингушетия, это зеркало. Да, ингуши вставали, но в то время никто не поддержал. Сегодня хабаровчане стали. И потихонечку уже сибиряки вот потихонечку потянуть стали. Все, процесс пошел, Юра, прошел процесс, и этот крах неизбежен. Россия 100% распадется на много частей. Тогда в заключение у меня такой вопрос в лоб задаю. Возможен ли вариант силового подавления протестов в Хабаровске? Это я не исключаю. Почему? Потому что вот загнанная крыса в угол, понимаешь? Она должна же какую-то ответку дать. Сегодня вот этот Кремль, Путин, его банда, это вот как крыса загнанная в угол. И она постарается что-то сделать, вот какие-то каузы сделать. И плюс же они же вот сегодня... Самое интересное... Нет, Юрий. Самое интересное сегодня вот этот... Мальчишка вот этот, Дегтярев, заявляет, что там иностранцы, иностранные агенты там, этот митик зажигают. Ну, это же быть нужно... Ну, я... Это во, во, дятел, понимаешь? Какие? Да наоборот, вот они говорят, вот Европа, Америка хочет там распада, Россия туда... Да никто не хочет распада, боятся наоборот. Если такая большая страна распадется, не будет столько вооружения, ядерное оружие, такого оружия, бесхоз будет, понимаешь, бесконтрольный. Эти, наоборот, боятся. Вот я живу в Европе. Да никто не хочет вашего развала. Просто хотят, чтобы вы жили, и не лезли, и другим не мешали. Вот этого хотят. А путинизм, он, видишь, все стрелки переводят на Запад, понимаешь, и на Израиль, на Европу, на Америку, вот они виноваты, они подрывают целостность России. Нет, никто не подрывает целостность России так, как вот этот Кремль. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, можно с сожалением констатировать, что бессмертная фраза Михаила Фанасьевича Булгакова из его повести «Собачье сердце» «Разруха не в клозетах, разруха в головах, сейчас она может звучать иначе, распад России не в комментариях на Ютубе или в социальных сетях, распад произошел уже в головах и процесс этот необратим. Впрочем, я же как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Невашворд. До встречи!